Далее в программе «Указывая путь». Оторвитесь от того, чем вы заняты, и начните вспоминать Божие благословения, произошедшие в вашей жизни. Вспомните, как Бог защищал вас и как Он присматривал за вами. Вспоминайте, как Он действовал в вашей жизни в прошлом. Ведь сегодня тот же самый Бог желает благословить и ободрить вас, чтобы действовать через вас снова. Смотрите далее в программе. Что бы сказал апостол Павел, если бы он стоял сегодня здесь, за кафедрой? Я верю всем сердцем, что его слова были бы такими. Пожалуйста, не стыдитесь библейской истины и библейской морали. Не стыдитесь тех ярлыков, которые на вас навешивают. Пожалуйста, не стыдитесь верить в то, что есть добродетель и благочестие. Если я что и понял из первой главы, второго послания к Тимофею, то это следующее — стыд — это дитя страха. И я повторю. Стыд — это дитя страха. Они из одной семьи. Павел начал объяснять Тимофею, что дух страха не от Бога. И далее он говорит, что ему нужно опасаться дитя страха, то есть не стыдиться истины, не стыдиться библейской истины, и не разбавлять ее силу ради спокойной жизни. Обращаясь к своему преемнику Тимофею, Павел тем самым обращается непосредственно к каждому из нас и нашему будущему поколению. Не продавайте библейскую истину. Не стесняйтесь Евангелия. Не стыдитесь Слова Божьего. Не разбавляйте его до неузнаваемости. Не надо упаковывать Евангелие в новую обертку. Лишь бы его приняли неверующие. Не оставляйте евангельскую истину, потому что вас оскорбляют. Пожалуйста, поймите, что в Библии нет ненужных слов. Если бы Тимофей не испытывал искушения постыдиться Евангелия и узника его, апостола Павла, то в таком случае Павел бы никогда не стал писать ему это письмо, да и сам апостол Павел. Если бы не испытывал точно такое же искушение, то никогда бы не стал говорить в 16 стихе 1 главы «Послание к римлянам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно ист сила Божия ко спасению всякому верующему». Может, вы думаете, что Иисус не испытывал такого искушения? Думаете, наш Господь Иисус не понимает, насколько это искушение огромно? Но тогда зачем Он предупреждает нас в Евангелии от Марка 8 главе 38 стихе «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодеянным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт во славе Отца Своего и со святыми ангелами». Нам всем важно чужое мнение, не так ли? Кому-то больше, кому-то меньше. Нам всем легче подмигнуть греху, чем противостоять ему. Нам легче отпустить детей, чтобы они делали, что им вздумается, чем испытывать трудности, стараясь их дисциплинировать. Мы предпочитаем самоутверждение, а не самоанализ. Мы лучше избежим свидетельствовать, чтобы при этом не быть осмеянными. Давайте признаемся, никто из нас не любит страдать. Никому это не приносит радости. Наш Господь и Спаситель сказал в Гефсимании, «Отец, если есть другой путь». И Павел говорит, «Я трижды умолял Бога избавить меня от жалого плоти». Помните, когда рабыня сказала Петру во дворе Каиафы, «Ты же один из его учеников». А он ответил, «Кто я?» «Какой еще Иисус?» «Я не знаю его». О, мои дорогие друзья! Слово Божие говорит нам, что иногда страдания — это результат нашей верности Богу, который всегда верен нам. Более того, когда наступает переломный момент, и мы страдаем за праведность, то мы никогда не будем одиноки. Он никогда не оставит нас одних. Что самое плохое они могут сделать мне? Убить меня? Но это же замечательное повышение. И вот почему в 9 и 10 стихе, посмотрите его вместе со мною, он в прямом смысле говорит Симофею, «Не бойся смерти, не ужасайся смерти». А почему? Да потому что Бог спас нас, призвал и привел из смерти в жизнь. Но это еще не все. Он сказал, что Бог даст нам силу не бояться. Когда настанут такие времена, нам надо понять, что когда Бог сотворил Адама и Еву в саду, Он создал их, обладающими властью над страхом. Но когда произошло непослушание, и они сделали то, что Он им запретил, то что тогда произошло? Непослушание принесло страх. И этот иррациональный страх, а большинство страхов, они иррациональны. Так вот, этот страх внушил им мысль, что они могут спрятаться от Бога, скрыться от Бога. Но на кресте Иисус восстановил эту возможность владычествовать над страхом для всех, кто поверит в Него. Поэтому страх не имеет места в жизнях братьев и сестер вы Иисусе. Аминь. Но как так вышло? Вы должны знать, что Иисус дал нам владычествовать над начальствами и властями тьмы. Если вы стесняетесь Евангелия, то дело в страхе и только в нем. А значит, вы не знаете или не научились, как использовать эту власть, чтобы поставить на место эти начальства. Нам необходимо понять, что своей смертью на кресте Иисус разоружил эти власти тьмы и сделал бесполезными все их действия против детей Божьих. Как выразился апостол Павел, «Своей смертью он разрушил смерть». И разрушив эту смерть, он разрушил и страх, страх этой самой смерти. И здесь я хотел бы немного и ненадолго остановиться, чтобы пояснить. Библия говорит о смерти в трех проявлениях. Есть смерть телесная, то есть отделение. Наша и душа и от тела. Это то, через что нам всем предстоит когда-то пройти. Затем идет смерть вторая. Это уже духовная смерть. Когда души неверующих отделяются от Бога. Далее. Библия говорит о смерти вечной. Это когда души неверующих проводят вечность без Бога. Все эти три смерти являются результатом греха. Это его последствия. Но слава Богу. Иисус разрушил вечную смерть для тех, кто уверовал. Он не уничтожил эту целесную смерть. Все верующие умирают. И вы это знаете, потому что для нас это вход в вечную жизнь с Иисусом, нашим Господом. Для верующих целесная смерть больше не похожа на мрачного огра, и она не пугает нас так, как неверующих. Иисус сказал нам в 11 главе Евангелия от Иоанна, что те, кто поверят в Него, никогда не умрут. Они никогда не будут отделены от Него и никогда не испытают смерть вторую. И поэтому, зная все это, Павел говорит Тимофею, «Тимофей, мальчик мой, не бойся этого». Что самое худшее, что они могут сделать? Убить себя? Но это не конец. На самом деле, это только начало. «Услышьте меня, Павел говорит, единственная причина, по которой я имею победу, даже несмотря на то, что сижу в темнице из четырех стен с маленьким отверстием в потолке. Причина, по которой я имею победу, хотя скоро и умру, причина, по которой я ничего не боюсь и не стыжусь. Евангелие Иисуса Христа, несмотря ни на что, потому что я знаю, что уже перешел от смерти в жизнь. Мертв ли я, телесно или жив, я уже посажен на небесах». Посмотрите снова на 10 стих. «Иисус Христос разрушил смерть и принес жизнь и вечность через свет Евангелия». Послушайте, когда это тело наше рассыпется, однажды так и будет, «То у меня есть тело духовное, ожидающее меня на небесах». Чтобы быть точным, немногие из нас закончат свою жизнь в темнице, как апостол Павел. Немногие из нас будут обезглавлены за свою веру, но некоторые могут потерять друзей, потому что будут отстаивать истину. некоторые не получат повышения из-за праведности и верности библейской морали. С некоторыми будут отказываться заключать сделки из-за их праведности во Христе. Кому-то будут относиться с пренебрежением их соседей. И лишь немногие, очень немногие из нас могут потерять свою жизнь, потому что будут стоять за истину. Единственное, что точно случится, когда моя жизнь угаснет, я перейду из подвала в пентхаус. И вы можете сказать на это «Аминь». Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, «Почему они так сильно нас ненавидят? Вообще за что? Ведь слово Божие непогрешимо. Так почему тогда они отвергают его и нас?» Ответ в действительности намного проще. Гораздо проще, чем вы думаете. Да потому что обычный неверующий человеческий разум отказывается признавать опасность греха, но он хочет им гордиться. Они не хотят признаваться в этом и раскаиваться. Они хотят хвастаться этим. Так что обычный неверующий человеческий разум не хочет признавать свою неспособность спасти себя. Но что это за сказки? Кто-то там умер. когда-то две тысячи лет назад для того, чтобы что? Спасти меня? Да нет, я сам спасу себя. Поэтому сильнее всего я переживаю за то, что так много проповедников сегодня говорят больше о человеческой добродетели вместо креста Христова. Происходит подмена. Они заменяют одно на другое. О, если ты позитивно мыслишь, то с тобой происходит только хорошее. Если провозглашать что-то, то обязательно получишь и лучше позитивное, а не негативное. Все дело в тебе. У тебя есть власть. Все в твоих руках. Ага, конечно. Зачем они заменяют крест Христа на человеческую добродетель? Они просто хотят понравиться другим людям. Они хотят, чтобы их любили, чтобы их принимали. Они хотят, чтобы их почитал неверующий мир. Вопрос, а что делать Тимофею? Что же делать нам с вами? 13 стих. Мы должны хранить истину. Мы должны следовать ей буквально. А зачем? Да потому что это Божий план. Слово, переведенное здесь как образец здравого учения, буквально означает архитектурный план или чертеж. Поэтому умирающий уже апостол, глядящий в глаза смерти, пишет эти слова и умоляет следующее поколение. Пожалуйста, прошу, следуйте образцу здравого учения полностью, следуйте плану, не надо пытаться улучшить его, прошу, не отступайте от него и не изменяйте его. И прежде всего, несмотря на страдания, не сдавайтесь и не опускайте руки, продолжайте исполнять его, невзирая на цену и все ваши возможные временные потери. Спасение дается по милости, мы получаем его как дар от Бога, когда каемся в своих грехах, но ежедневный рост во Христе, то, что теологи называют освящением или ежедневным преображением в образ Христа, то есть духовный рост, это результат моего и вашего личного сотрудничества со Святым Духом. Вот почему апостол Павел сказал в 12-м «Ибо я знаю». Это знание, основанное на опыте, а не на теории. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю на опыте, что он помогает мне оставаться верным. Я знаю на собственном опыте, что он силен сохранить и защитить истину Евангелия. Я знаю, что он может дать мне силу хранить истину в непоколебимости до самого конца. Вопрос, какое же бремя у Павла? Оно очевидно. Его можно увидеть прямо в этой главе. Его тяжелейшее бремя это лжеучителя и лжепроповедники, проникшие в церковь. Еще при его жизни они уже проникли в церковь. То же самое мы имеем и сейчас в наших церквях. Эти лжеучителя и проповедники извращают Евангелие. Они полны решимости украсть у церкви единственное и самое дорогое сокровище, доверенное ей, а именно Евангелие Иисуса Христа. Но я уверен, он способен защитить и сохранить его в безопасности для будущего поколения и до возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Давайте скажем это вместе, но я в этом уверен. И запомнится бремя апостола Павла, который уже близок к смерти, это сделать Тимофея инструментом защиты истины Евангелия от искажения. но также его беспокоит склонность Тимофея к страху и запуганности. И вот великий апостол советует Тимофею, «Тимофей, не думай, что ты должен нести это бремя в одиночку». «Тимофей, не думай, что сможешь справиться своими собственными силами?» «Тимофей, не чувствуй себя одиноко, неся эту огромную ответственность. Попроси Бога о помощи. Тимофей, ты должен хранить себя, но никогда, никогда не забывай того, кто поддерживает себя, пока ты оберегаешь истину. Тимофей, будь упорным в следовании за истиной, полагаясь на Бога». Из последних стихов первой главы ясно видно, что очень многие люди в церкви, в провинции Азии, где Тимофей был пастором в церкви, в Ефесе, как раз когда он получил это письмо от Павла, он был в Азии, а Павел был в Риме. Так вот, очевидно, что до апостола Павла дошел слух, что многие в церкви Иисуса Христа в Азии не смогли выдержать этот накал и решили отвернуться от истины. Но слава Богу, есть исключение. Одни решили продаться, чтобы соответствовать требованиям культурных особенностей, другие отступили от требований Евангелия. кто-то выбрал развлечения, кому-то понравилось предаваться фантазиям, но что касается тебя, Тимофей, то прими решение утвердить свою веру не на общественном мнении, а на Иисусе, хранителе и гарантии Евангелия. Именно поэтому Павел и говорит, дорогой мой Тимофей, не бойся, ничего не бойся. Бог никогда не позволит свету Евангелия полностью затухнуть. Он присматривает за этим. Бог сделает все, чтобы сохранить его. Тимофей, помни, что ему можно доверять. Помни, что он верен и исполнит все в соответствии со своей волей. Итак, друзья, где бы вы ни были, через что бы ни проходили прямо сейчас, вы можете довериться Иисусу. Он верен и истинен. Вы можете положиться на него полностью до того момента, когда он вернется за вами, чтобы забрать вас домой и быть с ним в вечности. Кто-то может сказать на это громкое «Аминь». «Аминь». п